Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, вы на канале Ушатайка и сегодня новая порция заправского олдскула. Это интервью с единственным российским бойцом, который выступал в UFC в середине нулевых и с одним из сильнейших мастеров болевых приемов на ноги за всю историю российских ММА. Зовут его Ансар Чалангов и ранее он никогда не рассказывал о своей карьере настолько подробно. Чалангов был лучшим самбистом Кыргызстана, но затем перебрался в Россию и стал драться в боях без правил, радуя зрителей очень агрессивной манерой ведения боя в партере. В 2003-м выиграл чемпионат мира по версии легендарного промоушена IAFC Александра Иншакова. Затем стал чемпионом мира по версии M1, в 2005-м попал в UFC, а на заре карьеры победил в командном чемпионате мира M1 в составе родного клуба Легион. В этом интервью вы услышите и про захимиченных бойцов UFC, и про фальсификацию от братьев Шеметовых, и про обиду Алексея Олейника, и про вынужденный уход из ММА в 30 лет, и про много чего еще. Периодически будут раздаваться ремарки другого ветерана ММА Юрия Ивлева. Интервью с ним выйдет несколько позже. Мы встретились в минувшем августе в Анапе, перед турниром в стиле 90-х под названием Кумите. Его организовал тренер Андроника Шудян, который проводит соревнования по смешанным единоборствам с 1991 года. В описании есть ссылки и на репортаж с турнира, и на огромное интервью со Шудяном. Ну а теперь слово Ансару Чалангову. Поехали. Что же сказал Андроник? Он не сказал, что вы охраняли рынок в Ростове, а потом вас привели к нему. И, соответственно, из этого началась в вашем... Нет. Расскажите, как это у нас вам дело. У него информация, видимо... Да. Нет, по поводу рынка он, наверное, перепутал. Это Сергей Четинян и Мурат Мусовозов. Это они охранниками работали, и то не на рынке, а... Хозяина рынка, Романа, они охраняли, в личке были. Он немножко поперепутал. Я никогда не работал на рынке охранников. Я тогда только-только приехал с Киргизии, с города Бишкек. Я приехал конец 2002 года. Тогда, честно говоря, никого не знал и не знал, чем заняться. Трудный момент был. И спать нигде было. Жить нигде было. Но так получилось, что как раз Агоп Топчан выступал в Ростове-на-Дону. Чемпионат России был. Если мне память не ошибаюсь. Да, чемпионат России. Они драли с Алаудином Мусаилом. И я афиши видел. И офис там, советская шесть, как сейчас помню. Я зашел туда. Там был Армен Рубенович и Андроник Ашугян. Привет, привет. Там туда-сюда. Что хочешь, как хочешь. Я говорю, я там хотел бы выступать. Чем занимался? Я говорю, борьбой с самбо, дзюдо. Мастер спорта межрорного класса по самбо и дзюдо. Ну, они меня приняли. Армен Рубенович сказал, чем надо, поможем, сделаем. Ну, и вот какое-то время там, у меня травма как раз была. Связка паховая, надрыв был. Армен Рубенович договорился в Зернограде, там у вояк. В больнице я подлечил немножко. Андроник за это время сделал здесь бой как раз. И помню, по-моему, с Ишханом Закаряном первый бой мой был. Сделали бой, я приехал, выступил. Но ехать некуда было. Андроник предложил остаться у него. Ну, они в субсехе здесь дом. Я там жил и тренировался. Андроник помогал мне. Дай Бог здоровья им, его родителям. Я пожил у них месяца где-то 3-4. И выступали, естественно. Ну, потом, естественно, в Ростов уехал. И уже 2-3 человека пацанов собралось. И Рубенович нам там зал организовал. И мы начали тренироваться, жить там. Потому что здесь не было команды, с кем бы я тренировался. Я здесь один был с Андроником вдвоем. Потому что все ребята, они уже в Питер уехали? Нет, тогда кто-то в Питере был. Тогда Сулоев был в Питере и Мартин Малхосян был в Питере. А, и Гамбарян. Гамбарян, да. То есть, самое основное. Да, самое основное. А остальные там, это ребята, ну, кто работал, кто там трудился. Тогда же сложно было. Там такого не было, перспективное, что там деньги в кармане есть, и ты можешь заниматься. Ребята трудились, работали. Тем более, это сезон был. Надо было летом работать. И у ребят времени не было тренироваться. Они так, бои идут, они раз не тренируются, не готовятся, раз выступили. А так как я был не местный и не работал, мне надо было тренироваться, готовиться. Поэтому на тот момент правильным было решением уехать в Ростов. Я остался в Ростове и тренировался там. Ну, тогда же ведь как раз-таки стал развиваться регион ростовский. Тогда, да. Тогда официально я открыли легион там, Армен Рубинович. И как раз там несколько боев я провел, и было предложение на чемпионате мира выступить. А почему меня пустили на чемпионат мира? Потому что у меня гражданство еще было киргизское. Паспорт был киргизский. Но жил я здесь. И нужно было как раз за Киргизию выступить. Поэтому меня пустили. Это тот самый турнир в восьмерка, который вы выиграете в 2003-м? Да. Совершенно верно. По Панкратионову Кобылянский проводил. Да, да, да. Ну, мы тактически, честно говоря, обыграли. Рубинович в этом плане мудрый, грамотный. Я первый бой, когда выиграл, он мне говорит, скажи, что пускай объявляет тебя Южно-Федеральный округ. А Рудаков тогда дрался за Россию. Ну, ты же уже живешь в Ростове. Ну, на самом деле, зачем мне это, киргизия? Да, как бы я живу здесь и тренирую здесь и представляю Россию. Ну, так и получилось. Меня признали за Южно-Федеральный округ. Мы их представили. Мы разделились, как бы. Вот. Второй бой был у меня с бразильцем. Я тоже выиграл. И в финале мы встретились с Рудаковым. Я его тоже выиграл. И так стал чемпионом мира. Вот вы родом из Киргизии. Вы там родились? Тут же мне сразу вспоминается, что тоже турок-мисхитинец. Кемран-Аббасов. Он же тоже из Киргизии. Вы, случайно, не родственники? Мы не родственники. Мы из одного селения. И он оказался здесь благодаря мне. Это я познакомил с Бесиком. И я его позвал сюда. Ну, с Бесиком мы договорились. Там у нас земляки есть. Друзья наши. Ахмедов, Шакир. Друзья, несколько человек, которые помогли, проспонсировали, чтобы он там жил, тренировался. А Бесик как тренер. Ну, как бы инициатором был я. Когда Бесик был в Киргизии, я ему сказал, что посмотри, познакомься. У Бесика здесь уже школа была, где он тренировался. А у меня еще нет. Я еще не занимался тренерской деятельностью. Поэтому было решением. Туда плюс как бы земляки помогали ему там. Я бы в Ростове не вывез бы один. Что мне бросилось в глаза в вашем рекорде на сайте Topology? Не Шердог, а Topology. На Шердоге этого боя нет. Когда вы выходили на первый бой в UFC, у вас был указан рекорд 7-0. А на Topology есть поражение от Виталия Шеметова в 2002-м. У вас был бой с Виталием Шеметовым? С Шеметовым я не проигрывал. Вот, собственно, я почему спрашиваю? Потому что братья Шеметова, они известны тем, что... Меня якобы вызвали. ...фансификациями с рекордами. Нет, я же его выиграл, Шеметова. Я его задушил. Да. В Омске, да? Я его задушил. Он проиграл мне. Поэтому у меня с ним поражение. То есть, смотрите, указано, будто это 2002-й год? Нет, это не 2002-й. Это 2004-й год. Это 2004-й год. Мы в Омске подрались с Шеметовым. Вообще они, я здесь скажу, правила на ходу меняли. Они боялись, реально боялись, потому что он ударник, а у меня борьба, как бы, фундамент хороший был. Я думаю, и если он это увидит, пускай постыдится, что такие вещи они там пишут, что они победили, выиграли. Потому что это некрасиво. Как бы чужие там регали на себя одевать. Когда мы приехали, там правила всегда были одни, едины. Минута в партере. Когда мы приехали, они партер захотели убрать. Без партера. Борьба есть, но без партера. Я, естественно, говорю, послушайте, ну я же туда не приехал по тайскому боксу выступать, да? Мы сюда приехали по ММА драться. Естественно, я говорю, нет. Они говорят, ну давайте хотя бы 30 секунд тогда сделаем партер. Ну, короче, я соглашаюсь на 30 секунд. В оконцовке они больше 10 секунд нам не давали. Я только брал, только уронил, они меня тут же поднимали, тут же поднимали. Не давали вообще в партере бороться. Да, я удар пропустил с ноги. Я даже его не увидел этот удар. Он такой взрывной хороший парень. Но я в себя пришел вовремя. Я его уронил. И, честно говоря, на ощупь я его задушил. Они даже поднять не успели, потому что это было очень быстро. Я это сделал. Потому что я знал, что шансов нет, они мне не дают. Делать то, что я хочу. Они не давали мне. При всем даже тем, что судьи помогали, я его выиграл. Я его выиграл явно, он сдался. Не то, что он уснул, он просто сдался. Скрыли фальсификацию. Ну, конечно. Надо будет написать фотоаполоджи. Если есть такая возможность, напишите, конечно. Потому что это неправильно. Пускай бой покажут, где я проиграл ему. Если они такие вот. Потом вы уже перешли в М1. И у вас там был бой сразу с серьезным соперником. То есть это Дэйв Стрессер. Вы выиграли у него уже в первом раунде. При том, что он только-только выступал в UFC. У него, по-моему, там рекорд был. У меня до этого Денис Комкин был. Я с ним подрался сначала. А, тоже в М1. В М1. Да. Сначала с ним, а потом уже с Су. Да. А потом уже мне как бы шанс был. Ну, там я два боя провел в М1. А третий бой у меня был уже с Дэйв Стрессера. Мы так халатно отнеслись, честно говоря, к бою. За поезд. За неделю, за 4 дня, вернее, за 5 дней. Да. У меня были бои по боевому самбо. Да. Я там получил травму. Трещину грудной клетки. И получил ее на разминке с Чабановой. Ибрашкой. Ты помнишь, да? С Ибрашкой мы просто. Ну, игрались, и он взял меня, травмировал просто грубо. Ну, там медведь же такой. Весом тяжелее мне. Да. Я дальше выступал, естественно, дрался. Но в финале уже снялся. Почему? Потому что там на ледовом этом было. Организм, когда остыл, я не мог даже ни кашлять, ничего. Ни руки взял, ничего. Но я уже понимал, что потом мы сделали МРТ. Показала трещина грудной клетки. Мне блокаду прокололи. И я вынужден был выступать, как бы. Потому что отказываться от боя нельзя было. Но это моя халатность, как бы. Я не должен был. У тебя бой будет, а ты берешь и выступаешь здесь. Естественно, это было неправильно. Ну, тогда, видишь, опять же, нуждались в деньгах. И хотелось там немножко заработать, чтобы поехать там еще выступить. Сколько там платили-то в ту пору? Там машина, да. Машина в финале была за первое место. Ну и так там тысяча, две, три там, да. А Феде с Сашей что делали? То есть они, а Феде с Сашей, что они... Они же там, мол, я увидел их там, именно, да. На боевой самбо они тоже выступали. Они в одном весе были. А, вы это имеете в виду? То есть тот самый турнир, вы выступали на том же турнире, где и они. И, наверное, Семенов там же был, нет? С Семеновым я выступал по вольному бою. Вольный бой мы с Семеновым дрались. И чем закончилось? По мнению судей, отдали ему. Ну, естественно, естественно... Вы не согласны? Я не согласен. Однозначно, я не согласен. Во-первых, даже вот здесь сейчас скажу. Да я сейчас не оправдываю себя. Как бы, он сильный боец, как бы, хороший. У меня три боя были серьезные, тяжелые. У меня все три боя прошли. А у Семенова один отказался. Второй буквально там 20 секунд, 30 секунд. Третий опять отказался. И он четвертый вышел со мной, как бы, вообще на свежаки. Он вообще не выступал, не дрался. И то он мне ничего не сделал. Вообще ничего не сделал. Там, ну, я бы сказал, честно говоря, вот, уже ладно ему не отдать. Там, просто бы ничего дали бы, да? Ну, они не могли, может, ничего дать. Добавили бы время. Но он травму получил ноги. Когда он бил, я щит поставил. Он ногу отбил, он хромал. Так бы они добавочное время дали. Но так как он уже не мог дальше из-за травмы ноги, они схватку отдали ему. И ко мне подошел человек, как бы, не помню, кто это. Но это и не важно. Подошел, мне денежку сунул и говорит, там, ну, это, типа, тебе бонусом. Там, хороший бой был, хорошая схватка была, там, туда-сюда, там, не в обиду, там. Ну, я не знаю, что он этим хотел сказать. Ну, типа, отблагодарил. Может, бой понравился. Сам бой, как прошел. Будем надеяться, что просто бой понравился. Да, ну, типа, это вот, бонусом тебе, там, конвертик засунул, типа, чтобы я не расстроился, что проиграл. Ну, а так, как бы. А вот машина тогда за самбо, они же отечественные, там, по-моему. Жигули, там, да. Семь-семерка. Жигули, да. Соответственно, вы выигрываете у Страссера достаточно быстро в первом раунде. И ваш следующий бой, судя по рекорду, может быть, там что-то не все отображено, на турнире Эйфория в Америке против Денниса. Холмана. Да, Холмана, который дважды победил Мэтта Хьюза, кстати говоря, наверное, единственный такой бойец. Ну, в общем, это прям очень крутое достижение. Ну, и вообще, сам по себе известный боец. В UFC там дрался неоднократно и на других турнирах. Но вот единственное, я вот видео того боя я не нашел. Угол его, этот бой, остановил, там, после второго раунда, по-моему. Но вот видео я, честно, не нашел. Везде искал, наверняка оно есть, но, видимо, на общедоступных каких-то ресурсах. Расскажите вот про этот бой. Как он вообще складывался? Блин, тяжелый бой был, на самом деле, тяжелый бой. Он немножко весом был тяжелее меня. Он гонял как раз там. Я, честно говоря, на тот момент про себя думаю. Ну, гоняй, гоняй, устанешь, не восстановишься там. Ну, ничего, он восстановился. И вес у него немножко лишний был. Ну, как бы, там спросили, может, а нельзя. Ну, естественно, мы на это не смотрели. Да, конечно. Вот и бой был тяжелый, он и на удушающий меня взял, душил. И ногу на болевой, и руку на болевой, как бы, я отовсюду... Преплинг схватку у вас получается? Да, да. И он постоянно брал, как бы, и мне приходилось уходить, наоборот, как бы. Я, наоборот, и он где-то сломался в какой-то момент, что он ничего не смог сделать. И во втором уже раунде, где-то в середине просто, да, он уже просто отпустил руки, что он ничего не смог сделать, вот, просто психологически. И я его просто уже бил, я даже не пытался ни болевой сделать, ничего, я его просто бил. И они уже бросили тогда полотенце, отказались. Понятно, то есть вы ему лицо, видим, разбили конкретно? Да, я уже бил, он уже практически не сопротивлялся уже, и бой остановили. Там же у вас получается вот этот турнир «Эйфория», их же всего два было, то есть Россия против США. Почему «Эйфория»? «Будок Файт» назывался. Не-не-не, это позже можно. Да? Да-да-да, это вот была «Эйфория», да, и то есть получается... Может быть, я считаю. Это была вторая такая матчевая встреча именно в Америке. Первую наши там 1-7 или 1-8, что ли, проиграли, и во второй же проигрывали 0-4. То есть вы выходили, как я понимаю, когда вот там уже все практически проиграли, кроме вас, и потом еще Ибрагима Магомеда. Нет, у нас 11 человек было. 11? 11 человек было, да. И я вышел 10-й, 11-й вышел Ибрагим. Да, и вот вы выиграли. Я выиграл, а потом Ибрашка выиграл, и он говорит, спасибо, что ты выиграл, ты меня как-то вдохновил, типа, и я выиграл. Вы же в «Атлантик-Сити», по-моему, все были были? В «Атлантик-Сити» были, да. Как вам там, понравилось? Мне очень понравился «Атлантик-Сити», хотя вот UFC мы были в Лас-Вегасе, мне Лас-Вегас не очень. А как же так? Ну, это же, в принципе, такие... Ну, оно в пустыне построено, сделано, там климат такой очень тяжелый, который мне очень тяжело подходил. Да, и ошибок много мы сделали. Нам никто не сказал, что концентрированный воздух в отеле, лучше не выходить на улицу, а адаптацию проходить там. Как бы, да, там, мы не знали. Мы приехали, давай в отдел весогоночную, там, пробежаться, там, вес немножко, там, 200-300 грамм, просто продышаться, одеваешься, там, вышел, там, 300 метров пробежал, и все, ты так задыхаешься, как будто ты с утра до вечера бегал. Как бы, и никто тебе не говорит, что ты так не надо делать, вот так делал. Мы, как бы, я опять повторюсь, мы, как бы, прокладывали сами эту дорогу. Как бойцы, кстати, американские себя вели? Ну, не знаю, вообще было там такое, типа, противостояние России или Америкин, или как бы, или это вообще, как-то, не знаю, не концентрировались, в общем, на этой построении. Вы знаете, мне, вообще, чисто, по сей день, но я сейчас более-менее, как бы, да, там, к этому немножко уже привыкаешь, потому что сейчас смотришь бои, там, тот же хаткор, там, и тому подобное, да, как они там, бойцы ведут, неуважительные друг к другу, столько дерьма друг на друга выливают, лишь бы вот этот Инстаграм продвинуть, лишь бы там их обсуждали, лишь бы говорили, там, ну, настолько дешево это, если честно, вот смотрится противно, я не знаю, я не понимаю, я считаю, спортсмены должны уважать друг друга, относиться с уважением. И когда я попал в UFC, меня вынуждали в интервью, там, скажи, там, ты там порвешь его, там, закопаешь, что сделаешь, я говорю, да, не буду я так говорить. Я всегда говорю, там, пускай выиграет, там, сильнейший, там, и тому подобное, ну, я не привык к таким отношениям. То есть была такая тема раньше в UFC? Конечно, у них всегда это было, они так и делали. Ну, сейчас как-то уже, это самое, не особо, там, 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 там даже, им же запретили кипишевать на этих, на дуэлих взглядов. Ну, вот, сейчас, сейчас, потому что они к тому пришли, что уже им это не надо, реклама не нужна. А тогда нужна была эта реклама, поэтому тогда именно было у них поставлен вопрос, вот так вот, ты должен так сказать. Они мне несколько раз снимали этот, переснимали интервью, чтобы я именно так говорил. Я все равно не делал. Ничего, несколько раз? Да, заставляли, ты должен сказать, вот у меня переводчик стоит и говорит, нет, ты должен вот так сказать, я говорю, да, я не буду говорить. Они опять снимают, я опять говорю по-своему, они потом уже машут, руку уходят. Я не привыкший, я привык так, надо уважение проявлять. Проиграл даже, вышел, руку пожал, с уважением в стол ушел. Ну, понимаешь, занимаемся одним делом. Пускай мы деньги зарабатываем, да, там, пускай мы там силами меряемся, но переходить на личное, там, я себе, честно, не позволял и никому не позволил это сделать в отношении себя. Это неправильно. А тут смотришь, настолько вот это, ну, цирк там, матерят, рукаются, переходят, толкаются, бьют. Ну, опять же, ну, они же там, вы видите, они проходят, каждый со своей толпой приходит, потому что у них конфликт, и они вот сразу все кидаются. Ну, я считаю, что это неправильно, ну, какой-то, знаешь, вот, субординация должна быть, уважение к друг другу. Да, ты можешь сказать, там, ты, давай, выйдем, ну, покажем, кто есть, кто. Да, я там, я считаю, я сильнее, лучше, там, тебя, я еще учу. Ну, они же там столько гадостей говорят, потом прыгают друг друга, или с подтишка ударят, или вот если один ругается, нет бы других там разнять, они идут, лезут туда, вместе начинают драться. Ну, блин, я не знаю. Сейчас, вот, знаешь, молодежь сейчас совсем другая, немножко понятий отходят в сторону. Раньше была честь, достоинство, там, порядок, там, сказанное слово, ты отвечал, там, да. А сейчас постепенно, постепенно это все уходит, 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 уходит. Я боюсь, что будет дальше, наши дети вырастут. Вот, какой пример мы подаем нашим молодежи, нашим детям, да. Они же это все видят, они же это впитывают, как губка. Они не понимают, что это шоу. Ты им не объяснишь, что это шоу, что это поставлено так, для раскручивания, там, инстаграма, или еще чего-нибудь, чтобы там деньги заработать, ты им не объяснишь. Они как губка впитывают. И дети вырастают с возрастом, становятся агрессивные, злые, цепляются. Лишний раз, там, вот эти слова сказать, там, гадские, там, плохие, понимаете. Мы должны думать о том, что растут наши дети. Может, те ребята, которые сейчас выступают, у них семьи нет, может быть, детей нет, да, у многих нет, да, молодые ребята, а у кого-то есть. Но они еще не осознают этого. А когда появятся их дети, и когда они поймут, что они пример для своего ребенка, да, для своего сына, там, дочки, или там, племянников, там, и вообще для остальных детей, я думаю, что они осознают, и они этого делать не будут. Но у нас, вот это мы раньше, да, мы осуждали за бугром то, что было. Тоже Америку, Европа, что там творится, там, туда. Но постепенно, постепенно, если, обратив внимание, у нас то же самое происходит здесь. У нас сейчас, если брать ММА, то все гораздо жестче, чем там, мне кажется. Ну, вот видите, да, и отношения людей. Раньше же, естественно, вот у нас по телевизору раньше разве показывали там раздетых женщин, там, голых, или еще что-нибудь, телефильмы, это же запрет было. Или те же артисты, которые выступали, разве это было приемлемо, не было это приемлемо, а за бугром это всю жизнь было. Но сейчас МАТ стало очень много в обществе. МАТ, да. Но это из интернета, конечно. Передачи, все те же комедий клапы и тому подобного. Но посмотрите, у нас все оттуда, с запада все идет сюда, и мы не замечаем, что мы уже живем, как они. Если раньше, я извиняюсь за выражение, там, эти голубые, там только слышали, что там за бугром это есть, а у нас здесь такого нет. Мы сейчас знаем, что и здесь это есть. То для них клубы отдельные есть, то еще что-нибудь есть. Да вон в интернет зайди, там, только начинаешь куда-то заходить, у тебя уже ссылка, там, для таких, там, иди выбирай себе. Понимаете? И мы куда катимся. И вот эти ребята должны понимать, если ты сегодня авторитет, какое-то имя имеешь, для тебя особенно взгляд детей, да, они на тебя будут равняться, смотреть. Тебе надо как-то себя сдерживать, вести себя правильно. Потому что мы пример для детей. Я, у нас, я так понимаю, наоборот катится все, наоборот. Я боюсь, что будет завтра. А у меня дети. Понимаете? И вы же работаете, наверное, тоже здесь? Естественно, естественно, и с детьми работаем, и так работаем, и общаемся, и в школу ходим. Бывает, нас приглашают в школу, где мы там разговариваем, общаемся, нам вопросы задают. Я смотрю же, что для этих детей мы авторитет. Они видят нас, они слышат нас, они хотят с нами пообщаться. Они будут равняться, они будут пытаться сделать так же, как мы делали раньше. Посмотрели, да, фильмы, там, пускай этот Ван Дамм будет, там, ли кто-то еще. Мы же под них косили. Мы же хотели быть такими же, когда мы были детьми. Так же здесь. Они об этом не думают. Я бы хотел, чтобы задумались, ребята, понимали, что это такое. Ты не ведитесь на это. Это слишком, ну, мне кажется, дешево. Надо с уважением друг к другу относиться. Вы же бойцы, вы же спортсмены. Вы подрались там в ринге. Я так настроен. Я вышел в ринге, подрался. Мы с рингом выходили, мы все друзья. Мы вместе обнимались, шли на банкет, садились, кушали. И бывало, вот тот же Рудаков. Вот просто элементарный пример приведу. Я жил в Ростове, он жил в Москве. Я когда прилетал, я звонил, мы встречались. Чай, кофе попили. Что, куда надо отвезти? У меня с аэропорта мог встретить, куда-то отвезти. Так же и другие ребята. С кем мы выступали, потом мы общались. Тот же Юшко, вот этот, Беларусь. Мы общались. У нас не было к нам какая-то ненависть, там, конкуренция какая-то. Хотя с Юшко я три раза дрался на соревнованиях. Мы три раза бились с ним. В Ростове, в Москве. В Сочи. А, четыре раза. В Сочи и в Саратове. И в Саратове. Это первый бой мой был с ним. Первый мой бой был с ним, где я еле-еле выиграл его. Еле-еле. И я, честно, сознание терял от нехватки кислорода. Многие такое проходили. Да. Дерешься, дерешься, характер, ты не можешь отдать победу, потому что ты возьмешь. А потом выходишь, когда уже объявили, все, а у тебя он полывает, ты не можешь вздохнуть, да? Как будто стопорский. Да. Вот я с ним четыре раза, даже не три. Четыре раза мы бились, да? Хотя можно было сказать, что ты уже как враги должны были быть, да? Да нет. Мы с друг другом всегда с уважением на телефоне общались, и так, когда виделись, прям обнимались друг с другом. А сейчас я, ну, не вижу этого. Где, пацаны, где вот это вот? Куда оно делось? Мы же не так выросли, мы же не так воспитаны. Мы же, наоборот, воспитаны по-другому. Проявлять уважение друг к другу. Это всего лишь спорт. Пока бой идет, соревнования, все. Ну, закончился, все, обнялись, вышли. Ну, это спор здесь по-другому быть не может. Я считаю так. После эйфории вы попали уже в UFC. Бой был где-то через полгода. Расскажите, как вам поступило предложение подраться в UFC? Я подчеркну, что тогда не было ни одного российского бойца в UFC, и после вас появился только Хабиб Нурмагомедов только через шесть лет. Шесть, по-моему, дольше даже, да? Ну, вы провели последний бой в 2006, и он провел свой первый бой в январе 2012. Может быть. Я за этим не следил. Да, мне предложили бой. Предложили бой в весе 77 килограмм. Я отказался. Я сказал, что это не мой вес, я драться не смог. Даже не 70, там 76 было. Потом они 77 взяли. 76 килограмм. Я отказался, сказал, что это не мой вес, и я в этом весе драться не смогу. Естественно, они другого предложения не делали на 84, который мой вес был. Они мне не делали. Рубенович говорит, они опять звонили, ну, не звонили, они через интернет как-то общались. Типа, они предлагают, там, Сара, это как бы шанс, нам надо зацепиться, давай там. Я говорю, Рубенович, я не смогу. Это не мой вес. Мои кости только весят 70 килограмм. У меня кости сами по себе тяжелые. Я говорю, ну, я реально не смогу. Вот поделись, так, вот послушай меня, там, ты 84, там, вырываешь всех, поднимаешь, там, туда все, сможешь. Ну, я, честно говоря, Рубеновичу просто отказать не могу, хотя я знал 99%, что я проиграю. Но это не мое. Ну, согласился, потому что я реально этому человеку отказать не могу. Этого человека очень сильно уважаю, люблю, это мой старший брат. Он очень много для меня сделал в жизни, да, там, он меня воспитал, учил, подсказывал, помогал, поддерживал, там. Ну, не только мне, он много для кого это сделал. Он сам по себе такой добрый человек, отзывчивый. Я, честно говоря, мне просто неудобно было. Он мне много раз уже говорит об этом. Я думаю, если как-то у него возьмете интервью, он согласится с каждым. Я согласился, мы приехали туда, я там еще голодал, весь подгонял. Ну, честно говоря, на бой, когда я выходил, у меня даже сил не было голову почесать. Знаешь, когда там хочется руку поднять, а ты лишний раз не можешь даже поднять. Ну, реально, небо. Плюс, я же говорю, мы когда приехали в Лас-Вегас, я не знал, что на улицу выходить нельзя. Надо адаптацию проходить, концентрированный воздух в отеле внутри. Ну, как бы ошибки совершил, как бы это не оправдание, но это моя ошибка. Мне надо было просто отказываться, не драться в этом весе и все. Я согласился. Ну, не фартануло, не получилось. Я вышел, проиграл. Второй бой я вышел на Джо Кошика через еще какое-то время. Но опять же в этом же весе. Чуть получше себя чувствовал, честно говоря, уже как бы немножко и вес уже привыкал к этому весу. Ну, проворонил, как бы. Моя ошибка была, если будет видно. Я там атаковал, вроде как бы попал, и мне показалось, что я хорошо попал. Я в доли секунды замер, остановился. Глазами ловлю рефер, думал, он сейчас будет останавливать. А он в этот момент закрылся и отсюда, как махнул, и мне четко попал по бороде. Я, естественно, упал. Ну, проиграл. Здесь ничего не скажешь. Третьего боя, естественно, у меня уже там не было. А почему не было? Ну, если два боя ты проигрываешь, третьего боя у тебя не дают уже. Это был... По контракту. Это был... Ага. Это был... Контракт три боя. Такие тогда были контракты? Контракт три боя. Если бы один выиграл, один проиграл, был бы третий бой. А, во в чем дело. То есть, сейчас просто обычно на четыре подписывали, и там уже как-то... Не, вот так... И все уже сами... Да, тогда было три боя, да. Если бы я хотя бы один выиграл, у меня был бы третий бой. Ну, так как я оба проиграл, у меня третьего боя не было. А вы с какого веса, получается, начинали гонять в 77, в 76 тогда еще? Да, ну, у меня был вес 85 килограмм, 85-86, как бы, да, вот там в этом весе. И мне надо было с МЖ, но для меня это сложно было. Я не понял. Ну, сейчас это нормальная ситуация, но тогда-то мы должны учитывать, что это еще был 2005 год. Ну, знаете, это потом мы уже научились вес гонять, и опять же там нас поднаучили вес гонять водой. Воду пьешь там в сутки, там, пять-шесть литров, потом привыкай, поменьше, поменьше, и на воде быстро уходит. Мы тогда этого не знали. Мы, наоборот, воду не пили, воду нельзя было пить. Мы вес гоняли так. Не кушаешь, и воду на сухую, да. Естественно, а как восстановить организм? Ну, представь, ты месяц гоняешь вес, и ты месяц практически не пьешь, ну, чуть-чуть воды, чуть-чуть. А ты тренируешься. А организм, чтобы восстановить, надо воду пить. А мы при Советском Союзе как научили, что надо без воды, да, и гонять надо. Вот так и гоняли. Естественно, я не восстанавливался. А потом мы уже, когда в этом Лос-Анджелесе были, там нам рассказали, как надо вес гонять. Ну да. И то есть ко второму бою вы уже использовали? Нет, это после второго боя, мы узнали. А уже после какого-то? После второго боя рассказали, как вес гоняют, как это, как бы. Я на Кошика тоже не на воде гонял. На воде. Так же, да, сдерживал себя, не кушал, там, не пил, тренировался, но было очень тяжело. Вес войти не могли. Ну, мы хотя бы Кошику, когда мы там где-то месяц, да, там, мы жили в Америке, как бы часовой пояс мы прошли, акклиматизацию. Прошли. А где тренировались, кстати, расскажите. В Глендале, Лос-Анджелесе, у Когорчевичан, Армен с ним общался. О, ну это как бы, это же тренер Рон де Роузи, он еще и с Токтаровым, ну, в общем, этот человек известный очень. Да, известный. Харо Паристян, наверное, тоже, возможно, у него, ну тут надо уточнять. Это Мин Шахбазян же тоже откуда-то из тех, в общем, что там. Он нам помог, как бы, мы у него в зале тренировались, все, как бы вот это подготовить. Но опять же, Глендале, Лос-Анджелес, там океан, там влажность. А мы опять это не учли. А прилетели опять в Лас-Вегас. Где все сухо, сухо. Сухой климат, да. Там еще и такой относительно высокогорье, по-моему. Ну ладно, выточните еще. Ну да, там просто, там тонкости, ну, люди, которые знают, это все продержат, тогда ты, как бы, ну, более-менее, ты готов. Потом я дрался в Ванкувере, в Канаде. Это уже Бадок Файт, наверное. Да, да, да. С Томпсом. Я уже не помню, как его зовут. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну да, да. У меня поломаны, трещины были четыре ребра. Когда я туда собирался лететь, у меня были трещины. Я думал отказаться от боя, не лететь. Но, когда я задал вопрос, Рубен, ну что, смогут они обезболить, там, как-то, да, там, что-то сделать? Да, 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 смогут. Ну, приехали. Они меня обкололи. И вместо одной дозировки они сделали ее в два-три раза больше. И у меня отравление организма пошло. Если будет посмотреть, там видно в какой-то момент, я не помню, третья или четвертая минута, у меня аж лицо черное стало. Я задыхаюсь, мне тяжело, все, у меня сил нету, хотя я начал нормально с ним. И потом плохо-плохо, и в какой-то момент, когда раунд, по-моему, закончился, он меня почти задушил. Я уже задыхался, все, ну, раунд закончился. Я подхожу к раунду и начинаю рвать у меня прям. И меня поскоро увезли. У меня обезвоживание было организма, отравление организма. Я за малым не крякнул. Вот это привезли, как бы, в больницу, капельницы и тому подобное. Долго ты нахожусь в больнице? Сутки. А вы в каком весе, кстати, напомните, с Томпсоном дородились? Тоже в 77 или? Нет, вот с ним, по-моему, 80 вес сделали тогда. Промежуточный вес? Да, да, промежуточный вес сделали, по-моему, 80 килограмм сделали. Но я нормально, честно говоря, вот если бы не вот это. А, кстати, с кошеком то, что у меня же травмы были с коленями. У меня мениски порваны были, связки, все. На бой, когда летим, мы им задаем вопрос. А вот ставки такие есть на коленники с железными этими? Можно в них или нет? Они нам говорят, да, можно. Мы приезжаем, я отходиваю. Только выходить на рынок, мне говорят, снимайтесь, нельзя с такими коленями. А, не, не с кошеком, это с этим, с бразильцем. С Салвесом. С Салвесом. С на пиробой. Да, да, да. Там же мне вот эти колени подвел. Я его только хватаю, хочу поднять, а я, прикинь, не могу от боли. И вообще тогда порвал. Приехал же я операцию делал же в Ростове. Ну, вы с Салвесом очень, кстати, бодро бой начали. Ну, в принципе, и с кошеком тоже. Это вот, это было с чем-то связано, то, что вы так бодро этот бой начали? То есть у вас там сначала попытка, по-моему, выйти на гириатин, потом была попытка болевого на ноги, то есть на скручивание пятки, если не ошибаюсь. Это просто знаете, в начале же это, я знал, что у меня времени мало, я знал, что я не готов. Что не сможете выдержать весь темп бой. Конечно, конечно. Потому что я чувствовал слабость организма, и я чувствовал, что физически я не готов. У меня акклиматизация, я не прошел. И мне сложно быть. Поэтому я как бы хотел там на первых же минутах выложиться просто и сделать то, что мне надо. Ну, кстати, по поводу болевых на ноги. Вот смотрите, я посмотрел ваши бои, что я увидел. То есть вы попробовали сделать болевой на ноги, но это же рискованный вообще очень прием. И не получилось, и соперник сразу в доминирующей позиции оказался. Потом в бою с Томпсоном у вас такое вообще произошло дважды. Потом похоже было в бою с Самаговым. Но после этого вы выиграли, ну я понимаю, что может быть там соперники были не такого высокого уровня, но тем не менее вы выиграли аж четыре боя. Нет, я сейчас скажу почему. Мы болевую делали как бы на пятку правильно, да, там как в самбо. Но она не работает, она если человек там, скажем, пластика хорошая, гибкий там, или характер, он выдержит, он не знает. Амагов же после схватки со мной, он же дальше драться и не смог. Он снялся. Хотя это была восьмерка. Интересно, не знал. Травму он получил. Вообще, фактически, должны были дать мне дальше выступать. Но они, он не смог драться, и мне не дали выступать дальше. Ну просто меня убрали. Хотя в правилах так. Если соперник получает травму, ну выиграл и травму получил не может, то второй должен выступать. Мне никто этого не давал. Ну ладно, тем не менее, как бы это терпит. Поэтому я начал пятку ломать в обратную сторону. А это уже не выдержит, это не стерпишь, это терпеть невозможно. Она ломает, стреляет в колени и в голеностопе. Поэтому я и поменял болевой, начал делать в обратную сторону. Сейчас многие это знают, тогда никто его и не знал. Это я сам придумал, потому что я понимал, что суда ломаешь, он не ломается. Ну терпят люди, да, там с характером, кто бойцы, они терпят и выходят. Поэтому в обратную сторону. А когда в обратную сторону стал, те, кто соперник, намного сильнее были этих. Но тем не менее, они сдавались. Потому что там нестерпимое было. Думаете даже сильнее? Все-таки в UFC, что Алвес, что Кошчик. Ну, в общем, можно сказать, что эти ребята недалеко пошли достаточно. Ну, как бы Адон Амагов, это вообще один из лучших наших бойцов. На тот момент Амагов таким не был. Он был начинающим тогда, безусловно. Тогда, когда мы с ним дрались, конечно, Амагов таким не был. Он потом набрал очень хорошую форму. Естественно, когда в UFC дрался, он был в очень хорошей форме. Это два разных человека было, скажу так. А по поводу Алвеса и Кошика, я скажу откровенно, искренне. Если бы я в нормальной форме был бы, в такой же, как с теми, мне кажется, мне с ними было бы легче. Мне было бы с ними легче. Нежели вот в М1 я, когда челлендж дрался, что бразилицы этот, что голландецы, они физически очень крепкие были, хорошие. Но просто я и болевых тогда с ними такого не делал и не знал. Неизвестно, что было бы, если бы я тот болевой не делал этим, как бы закончился бой. Хотя я себя чувствовал хорошо и физически нормально себя чувствовал. Тем более у себя в стране находился. Мне не нужно было акклиматизация и тому подобное. Возможно, им это мешало. Возможно. Но у меня был плюс. Я в своем весе был. Как бы все было на моей стороне. А там я себя не чувствовал так. Поэтому я и говорю, что я там даже я проиграл. Я же говорю, я не почувствовал, ну, грубо говоря, выше их технику, силу и тому подобное. Я не почувствовал. Я просто, у меня возможности не было. Я себя чувствовал не так, как надо. Если бы я почувствовал себя и подрался бы, и они бы меня выиграли, ну, а что поделать? Ну, они лучше. Они сильнее и техничнее меня. А здесь я этого не понял. Потому что я не в своем весе и акклиматизацию не прошел. Ничего. Я даже его не понял, этот бой. Поэтому я не говорю, что это мне сложный бой был. Я его не испытал. Ну, если бы я поработал бы там 5-10 минут хотя бы, да, я бы почувствовал, я бы сказал, да, это сильные ребята. Но я не понял. Возможно, они сильнее. Просто я быстро проиграл. Возможно. Но я не понял. А здесь я работал. Я здесь почувствовал их технику. Я почувствовал их силу. Там, ну, 10 минут, да, там, схватки, ты все равно почувствуешь, ты увидишь. Я почувствовал характер свой, их. Вот здесь я могу сказать, трудно было. А я там быстро проиграл, я даже не понял. Можете рассказать некоторую внутреннюю кухню UFC, с которой вот вы встретились тогда в середине нулевых? Ну, то есть, как все было организовано? Была ли какая-то поддержка там бойцам в виде каких-то там, ну, грубо говоря, спортивного питания? Ну, вот что-то вот такие детали. Потому что, кроме вас-то, да, российских бойцов в UFC-то не было. Честно говорю, я тогда и понял, что они все напечатлены. Так. Так расскажете. Ну, у нас самый сильный там наш допинг. Так. Это был дуавит, витамин. Ага. Аскорбинки. Мы больше допинга и не знали. А если и слышали, что где-то есть, так это для нас было очень дорого. Потому что мы брали за копейки. Она стоила там в 10-20 раз дороже. Это надо было в 10-20 раз провести, чтобы хотя бы что-то купить. Поэтому и мысли не было никогда. Но когда я приехал в Америку, я видел, что они все на этом живут просто. Мы тогда остановились, что у нас был дуавит. Да, у нас самый жесткий там, самый сильный витамин. Это два вида аскорбинка, которые мы верили, искренне верили, что это нам помогает витамин. А у них там протеины, белок, креатины всякие, допинги всякие, которые запрещены были колоть. Они кололи. Я-то там месяц жил, я же видел, что они делают. У них это нормально. Потом они как-то там очищаются перед самым турниром. Честно, я далек от этих вещей, не знаю. Поэтому рассказывать, как они делали, когда они сдавали на допинг-контролях, не показывал. Я не знаю. Слышал, что они как-то очищаются, готовят. Ну, дальше не знаю. Ну, там ребята тогда раскачанные такие были, конечно. Да, у них всегда фигура все там нереальная. Это все сделать с мясом. Вы понимаете, как он по вам весе делается? Да, с мясом. Кошечек прям крупнее выглядел. Вот именно вот если вашу... А он когда приехал, он еле ходил. Он вес гонял. У него штаны такие, джинсы у него спадали. И на следующий день как-будто его насосом накачали. Мы с Рубеновичем в шоке были. Как он за сутки так набрал после взвешивания. Реально, как он набрал, я в шоке был. Я расслабился, я сказал, да все, он драться не смогу. За сутки не восстановится. А они постоянно сидят, какие-то баночки там мешают, пьют. Там какие-то белки, протеин. Не знаю, что они там. Реально они восстанавливались. И себя чувствовали хорошо. Поэтому мы отставали сильно от него. Ну, сейчас наши ребята ничем не уступают им. Наши ребята все и то же самое уже знают. И топинг-контроль есть? Это если говорить уже о каких-то запрещенных сейчас веществах? Сейчас люди грамотные. Они сейчас все делают так, что ничего не поймают, ничего не увидят. И уже все все знают. А вот был такой, кстати, вот в зале, где вот это тренировались. Ну, вот знаете, допустим, если в качалку прийти, там качки, они только и говорят о каких-то там этих своих... Короче говоря, эти, господи-то боже мой. А допинг, в общем, один из слов. Мне кажется, могут о них часами говорить. Было такое, что там вот условно все разговоры были только о каких-то там добавках специально? В Америке? Да-да-да, тестостерон и так и прочее, нет? Нет, там нет, там это так аккуратно, как бы, да, там, ну, внутри как бы, да, там, зала, ну, все знают, как бы, там, никто и не скрывал друг от друга, как бы, спокойно, как бы, делали все. В какой-то момент просто в начале вот при мне там не было, как бы, а потом там все равно уже вместе находишься, живешь, тренируешься, мы как-то уже сдружились, все. Они в шоке были, когда они поняли, что я вообще ничего не употреблял. Ну, я реально ничего не употреблял, никогда в жизни. Мы потом уже здесь, уже последние наши бои, этот, милдранат. Ну, это же как аскорбинка, короче. Да, это то же самое, там, ну, ничем у нас особо нет, и то у нас сборы подготовки во время этого, там, мы... Сердечную сердцу, да. Да, сердечную мышцу укрепить, там, как-то что-то, вот это, опять же, узнали уже к концу, в завершении нашей карьеры. Ну, его потом запретили, я уж не знаю, сейчас он все еще запрещен или нет, когда, ну, тогда была большая история. Да. В конце 15-го года, если помните, всех наших спортсменов, когда это милдранат. Ну, опять же, ну, у нас этот милдранат, я уже потом узнал, что он, как тебе сказать... Стимулирует мышцу укрепить? Да, ничего, ничего, он фальшивый, он у нас такой, он не работающий. Вот если там на Украине, возьмешь, в Грузии возьмешь этот милдранат, он качественно хороший. Ага. Ну, сил вообще нет, ты варля становишься. Понятно. Ну, фрусумиджи, это же наоборот, чтобы очистить организм. Ну, вот, когда мочегонку есть. Ну, типа мочегонки. Ваня, а вот, что касается именно организации, что-то, что-то бросалось в глаза, то есть, как турнир, сам по себе сделал. Ну, конечно, конечно, это в натуре, это машина там, UFC, я, честно говоря, первый раз прям в шоке был, сколько народу там, они там, настолько эта реклама у них сильно жесткая, там, у них там просто один формы там весь, и, да, они продают же, как и у нас здесь везде было. Там, слушай, очередь, ну, я не знаю, чтобы не соврать, там, 3 тысячи, 5 тысяч, может быть, блядь, очередь длинная, длинная, стоят, чтобы купить одну какую-то футболку или еще что-нибудь. Как бы у них, ну, реально там, и зрители, блядь, прокинут в зале, блядь, по 50 тысяч, по 60 тысяч в залах себе представить. Слушайте, а вы же, наверное, были, кстати, в одной раздевалке с какими-то известными, наверное, наверняка, бойцами. Может быть, даже с Сен-Пьером, он же дрался тогда на том же турнире. Там много, Чакли Дейл там был, там, я много кого из них там видел, приезжал, кто-то дрался, кто-то, понятно, не дрался, они просто там были, встречал я их в UFC, ну, как бы там, привет пока там, или просто увидел его там. А там, чтобы общаться, я, во-первых, языка не знал, чтобы общаться с ними, поэтому я, как бы, на дистанции. Как там в гостинице вообще кормили? Могли ли они как-то помочь с весогонкой, там, чтобы там что-то там... Они к тебе вообще отношения не имеют, вообще, они тебе суточный дают, хочешь, иди гамбургер кушай, хочешь, иди в ресторане, суп поедай. А суточный какие были тогда? Да я сейчас не помню, честно, ну, сейчас скажу, если обману, я не помню, ну, копейки были. Небольшие, то есть? Небольшие, абсолютно, абсолютно. Доллар 50 стоит или меньше? Ну, максимум, я думаю, 50, максимум, максимум 50. Немного, немного, понятно. На что я обратил внимание, на первый бой, когда вы выходили, у вас был флаг Кыргызстана, на второй бой уже был флаг России, а почему так это, с чем был связан? Я вообще без понятия. Вот видите, как получается. Я думал, вы играете в этом, да. Сейчас получается, что первый боец из Кыргызстана в UFC, ну, учитывая, что у вас там был флаг, это вы. Да, я на тот момент гражданин России. Он уже был гражданин в России, ну, понятно. Ну, там, видимо, исходя из месторождения, наверное, поэтому, но когда был бой с Теогалвесом, если вы посмотрите, ну, так скажем, с старой трансляции. Я даже не видел эти бои, знаете, я вообще не смотрел эти бои, я не видел эти бои. Даже не пересматривали? Не смотрел ни разу, ни одному разу. Ну, не знаю, как-то, надо было в интернет, наверное, залезать, ну, мне как-то... Неинтересно, в общем, совершенно. А вы с Алексеем Олейником пересекались же в Легионе? Просто, что интересно, то есть он же грэплер известный, ну, это, в общем-то, тоже. Интересно, как ваши схватки проходили? Ну, я ломал ему ноги, я даже его травмировал, он меня один раз задушил, а я ему несколько раз ногу на болевую сделал. И каждый раз, когда я до конца не доделывал, он, ой, я говорю, а что ты не сдаешься? Я отпускаю, потому что мы с одного клуба. Ты там был, нет? В Легионе он жил, сколько там жил? Да, а он такой, да нет, надо было доделать, что-то не делать. Я так два-три раза беру, а он, да нет, ничего не было. А я отпускаю, я чувствую, что натянул. Дальше, если сделаю, я сломаю. Он, нет, 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 я третий раз, когда взял, я взял, дожал слегонца. Она у нее треснула там, щелкнула где-то. Он там захромал, ты специально сделал. Да как специально, мы с тобой схватку боремся, я натягиваю, дальше не ломаю, отпускаю, ты говоришь, нет, ничего не было, нет, ничего не было. А как мне надо было сделать? Он тогда на меня обиделся, он тогда с женой же проезжал там, жил, тренировался, он развернулся, уехал. И все, после этого я его не видел, он на меня якобы обиделся, там Армену пожаловался. Я-то ему позвонил, я говорю, Леша, ты извини, говорю, у меня натуре не специально, ты же сам говоришь, нет, не было, нет, не было. Ну как-то, как должно было, я просто что ли должен был отпускать, ты сдаваться не хочешь, например, я дальше не ломаю, отпускаю, ты не признаешь, например. И Ильшан, кстати, Ильшан его ломал, болевой на ногу делал. Аббас Авершан у нас тренировался, молодой пацан, как бы, я его, так сказать, учил на ноги болевые делать, он очень хорошо их ломал, очень хорошо делал. Он нашим пацанам практически всем, любому мог сделать болевой в зале. А почему не раскрылся парень? Ну, у него с документами были проблемы, гражданства не было. Он тоже из Тиргизии? Нет, он из Грузии, он азербайджанец, но из Грузии, да, и у него паспорта не было, чтобы ездить, выступать там туда, хотя он очень перспективный пацан был, он 77 весел, он мог и 70 выступать, и 77 такой хороший. Аббас Авершан, кстати, вы сказали, что он проводил удушающие, то есть именно свои коронки, то есть на диафрагму, езекииль. Не, вот он, я на тот момент был сверху, он просто обнял, у него же руки длинные, свои коронки, он меня задушил. Ну, это единственный раз, когда я к нему прижался, он это сделал, потом я уже понимал, я просто к нему не прижимался, уходил к ногам. Он-то сам падал все время, когда ты с ним выжишься, и ошибку я сделал первый раз, когда я к нему прижался, хотел отработать, ну, он не даст, он как удав. А потом я, наоборот, от него, и к ногам, к ногам, а у него ноги такие длинные, что не сделать невозможно. Слушайте, ну, у вас, в общем, ваша фишка, это, конечно, болевые нанаде однозначно. Даже сейчас вы, собственно, рассказываете, ну, просто мало кто делает, мало кто делает. Вот Олег Токтаров делал, есть такой... Ну, он не так делал, как я. Русимар. Ну, друг, друг, он более сложный делал. У меня, если правильно его делать, он намного легкий. Ну, в плане чего легкий? Он, его взять... Выводить, выйти. Выйти на него, да, сложно, но сделать его несложно. Сделать его несложно. Именно скручивание пятки вы имеете в виду? Ну, в обратную сторону, вот как бы, да, там, если раньше ломали вот в эту сторону, да, А это в обратную сторону пятку ломать, она, как бы, нестерпимая боль, там, ну, нереально. Ты его взял. Да, непонятно, на колено или больше на мениску вообще. Да, она рвет и здесь, и здесь. Поэтому его нестерпеть невозможно. Я когда уже понял, что сюда делаешь, люди терпят, я начал в обратную сторону делать. И стало как раз проходить. Ну, вот смотрите, стало все проходить. Вы на серии из шести побед подряд. Вам всего-то 30 лет. Вы же 79-го года? Да. 79-го. И тут, получается, вы проводите свой последний бой в декабре 2009-го года. А с чем связано? Почему вы настолько рано ушли из боев? Ну, я же говорил, я рассказывал, у меня с коленями проблемы были. Очень сильные проблемы. У меня артроз, артрит был. Мне было тяжело. Я кроссы бегать не мог. Я бороться, мне было уже сложно, как бы. У меня сейчас импланты ставят в колени. Я прооперировал, импланты поставил. Ну, тогда у меня они часто опухали, у меня жидкость набиралась. Я откачивал, там жидкость откачали, там гиалган укололи, там лиустанил, там разницы нету. И опять тренировался, но я их ушатал. И мне было тяжело просто. У меня адские боли. Это тренируешься, подготовка, все. Для меня это было, ну, плачевно для моего организма. Я на обезболивающих очень долго сидел на тот момент. Поэтому я пришел к тому, что мне надо уходить. Я ушел. С трудом вы это решение? Конечно, мне... Я тогда на самом пике был в плане, знаешь, когда человек мозгами, головой ты стал мудрее, опытней. Я знал, что я хочу, я знал, как вес согнать, я организм свой выучил, да, там, как мне готовиться, на что мне для этого надо. И дальше я не стал выступать. Мне это было сложно, тяжело. Ну, я был не готов дальше себя ломать, а у меня дети. Тогда, допустим, я был не готов к этому. Если бы, допустим, на тот момент, как, допустим, сейчас платят, да, там, 5-10 миллионов, да, там... Не платили, если бы платили, я бы, честно, выступил бы, импланты бы поставил и дальше дрался. Я знал бы, что если что-то случится, у меня деньги будут пойти отдать и сделать. А у меня тогда даже денег не хватало, чтобы просто операцию сделать нормальную. Я и то, даже на тот момент, я 6 раз операцию делал. Но мне делали, что? Мне то мениски удалили все, то чашки паяли, связки искусственные поставили, то просто чистили внутри. Вот артроз, артрит, вот это, понял, на это. Ее очищали, блядь, я дальше тренировался. А денег не было на эти операции, чтобы мне взять, я, там, друзья помогали мне, там, мои близкие, там, кто с родственниками, там, скидывались, помогали. А как мне дальше тренироваться, если у меня денег не хватало, здоровье подлечить? Что у нас, государство такое хорошее, что ли, ты флаг поднимаешь России, и тебе завтра бесплатное лечение делать? Нет уже у нас такого государства. Иди за свои деньги делай. Или у нас что, какие-то скидки, бонусы какие-то есть? Нет уже никаких бонусов. И денег платили мало. Поэтому, как бы, ну, единственное решение было правильно, просто уйти оттуда. И вы стали тренером, соответственно. Начал, да, тренировать, помогать, там, потом настолько боли были, что я даже этого делать не мог. Потому что любой какой-то там прием показать, без ног ты их не сделаешь. Я и этого уже не мог делать. Я так просто подсказывал, говорил там, особо не участвовал. Потом же, вот это официально, федерация, то, что по ММА начали. Меня назначили президентом федерации ММА в городе Ростов-на-Дону. Ну, уже пятый год, да? Пятый год я возглавляю. ММА в городе Ростов-на-Дону.